Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Радовалась приветствовать и рада в лишний раз напомнить, что знаки Зодиака в течение года позволяют себе участвовать в нашей жизни по полной программе, хотим мы того или нет. Каждому знаку предоставлен его период. Мы уже говорили в прошлом месяце, что заступает период Скорпиона. Сейчас у нас уже на пороге скоро будет Стрелец, и у него не заржавеет. Будет он с нами еще частично, практически весь декабрь, когда в районе 22 декабря сдаст свои позиции, отдаст их, передаст Козерогу. Но про Козерога, скорее всего, вы уже услышите информацию в январе. Зачем она нужна всем, как я пишу, смотрите все. Ведь не все же являются Стрельцами, правильно? А на самом деле, дорогие мои друзья, вы, возможно, не задумываетесь, что когда у месяца или у знака есть привилегия нами командовать, он очень желает, чтобы вы всячески ему способствовали, были похожи на него. Он навязывает вам определенный стиль жизни, свои пристрастия в личных отношениях. Он делает вас слишком вялыми, если вялый знак зодиака, или на повышенном градусе, если мы имеем дело с огненным знаком. И вот, в частности, именно об огненном Стрельце у нас сейчас пойдет речь. Это касается не только Стрельцов, но и вас в том числе. Невольно вы все станете похожими на Стрельца. Он просто вам навяжет определенный взгляд на вещи, определенное поведение, хотите вы того или нет. Так что вас ждет, и о чем надо позаботиться уже сейчас, до того, как он успел мешаться в вашу жизнь. И об этом мы и поговорим. Какой стиль жизни приемлет Стрелец, и от вас того же потребует. Но прежде чем я перейду к теме этого разговора, невероятная благодарность всем, кто поддерживает канал. Кому могу на Пайпеле отвечаю, и вы видите мои слова благодарности. Кому не ответила, я всех вас люблю, помню, знаю. Не могу лично передать каждому величайшую благодарность, но так в каждом видео, как говорится, поясный вам поклон за то, что вы меня не бросаете в трудную минуту. Вы невероятные люди, пусть вам все вернется, и все будет у вас на его лучшем свете, чтобы вы никогда не переживали то, что вот так вот я на ровном месте, не предполагая, попала в страшные его военные завихрения, которых никто не ждал, но они пришли. Так что с миром, любовью и надеждой смотрим будущее. А мне с вами, конечно, теперь проще в него заглядывать, потому что вы меня просто не бросаете в трудную минуту. Спасибо вам. Ну а теперь про стиль нашего стрельца. Стрелец у нас вечный борец между своим животным началом и той без инстинктами, эмоциями, которыми стрельцу не всегда поддаются по разным обстоятельствам. Ему сложно себя бывает урезонивать, потому что он человек настроения, если ему в этот момент чего-то захотелось, он не может себе дать у корота, поэтому ему часто приходится очень сильно работать над собой. Вот и у вас появится желание шикануть на последние деньги, весело провести время, насладиться вкусной едой, но, в общем, сделать себе жизнь прекрасно и удивительной. Деньги считать вы точно разучитесь в этом месяце, а вот желание побаловать себя будет необыкновенно мощным. И, конечно, если кошелек позволяет, почему же себя не побаловать? Но даже если денег очень много, помните, что если их вы считать не будете, а это вполне вероятно месяц стрельца, то большая экономическая дра замаячить на горизонте, даже в тот момент, когда стрелец еще не ушел, вы себя почувствуете исключительным банкротом, а в период Козерога, строгого и внимательного к тому, как вы умеете вести семейный бюджет, это опрометчиво, потому что Козерог всех видит, кто себе ни в чем не отказывал, спустил все деньги до ноля, таких он терпеть не может, и будете потом целый месяц жить скоромно и залезывать раны, которые позволили сделать месяц стрельца. Но стрелец любит с шиком жить, так что боюсь, что этот шик немножко и вас прихватит. Будьте осторожны. А еще, дорогие мои друзья, для вас начнется период правдолюбия до правдорубства. Но вы знаете, этот метод, когда слов не выбираю, деликатности не ищу, что вижу о том, пою. Это именно в духе нашего стрельца, который любит говорить так, как оно есть, не задумываясь над тем, что, быть может, эти слова могут обидеть кого-то. А может быть, это правда настолько губительно, что можно было бы и повоздержаться от того, чтобы в нее макать людей. Но стрелец бесхитростен. И эта бесхитростность может неожиданным образом повлиять и на вас. Так что следите целый месяц за тем, что говорите, как говорите. Деликатностью вы явно не будете отличаться. И помните, что иногда правда может убить. Не всю правду надо людям говорить. Надо все-таки быть более деликатным и компромиссным. Стрельцу это удается не очень. Но, надеюсь, вы пройдете эти сложности его характера. А еще это будет для вас месяцем помощи. Почему я об этом говорю? Не вам будут помогать, вы должны помогать. Дело в том, что у стрельца есть одна неплохая черта. Он всегда придет на помощь, особенно к тем людям, которые он считает своими любимыми людьми, которые пошатнулись и нуждаются в его доверительном участии. Особенно если сам стрелец крепко стоит на ногах и финансово не очень как бы урезан, то он может невероятную щедрость проявлять своим друзьям, своим знакомым, своим близким. Отдать буквально с себя рубашку только для того, чтобы вам стало легче, спокойней и получить даже от этого удовольствие. Поэтому в данном случае и вы в некотором смысле, если хотите, чтобы стрелец вас благословил, не дорожать жилой, когда нужно сделать доброе дело. Не значит, что надо деньги распудривать. Но на благие дела все-таки надо обратить внимание и на них жертвовать, помогать, участвовать в судьбе обездоленных, поддержать тех, кто несправедливо обижен. Это идея стрельца, он это любит, он за этим наблюдает. И если вы в некотором смысле приобретете его такие качества, будете довольны. А если вы там будете все грести под себя, сидеть на сундуке и даже мухи не давать на него сесть, потому что, вероятно, она может украсть золотую пыль, которую вы там храните. Но таких жаден стрелец склонен целый месяц держать в голодном теле, чтобы невольно, чтобы не протянуть лапки, вынуждены были из своих запасов брать и все время тратились, а прихода не будет. Потому что жадных людей стрелец не приемлет. И тут надо держаться золотой середины и в расточительство не впадать в полнейшее, но и с каридностью особо не страдать, а то получается, что у вас как снега зимой не допросишься. Вот как вы будете щедры к людям, так и стрелец вас отделит. Так что делайте выводы, продумайте свою стратегию и тактику, если хотите, чтобы этот знак был к вам расположен. К сожалению, в человеческих отношениях этот месяц будет не очень благоприятен, потому что на нас влияет как позитивные черты стрельца, так и отрицательные в том числе. Некоторых понесет в откровенную болтливость, что тоже, к сожалению, бывает у стрельцов. Кого-то отдалевать будет яркий сарказм, когда он все время будет над кем-то подтрунивать, причем так жестко, что люди будут на это дело обижаться, а стрельц будет недоумевать, или те, кто переймет его манеру, а что такого он сказал, он же только, так сказать, по-дружески решил подшутить. Но шутки, шутки, рознь. Плюс у многих из нас проснется взрывной характер, который не понаслышке, о котором знает сам стрелец. Малейшее что-то против шерсти у нас тоже как бы все дыбом, и когти выпускаются, и зубы острятся, и мы тоже хотим кому-то вцепиться в горло, причем градус наращивания гнева будет откровенно слишком высокий, для того, чтобы эти отношения не были попорчены. Это откровенные ловушки стрельца, которые он расставляет своим детям по принципу и праву рождения, но и нас он в этом смысле подзарядит как следует. Ввергаться сюда не нужно. Все-таки, если гнев подступает достаточно серьезно, есть хороший метод. Вы вздохнули, глаза закрыли на секунду, а когда откроете, уже желание кому-то нагадить в душу откровенно пройдет. Так что других способов нет. И еще маленький совет на месяц стрельца. Меньше болтайте о своих планах, которые вам предстоят, особенно среди людей, которые, собственно говоря, не обязаны быть посвященными вашим делам, но вас просто будут пушить, чтобы всем обо всем рассказать. Как только разболтали, есть вероятность, что ваши планы будут уже нереальными. Они, скорее всего, не сбудутся. Поэтому все самое сокровенное оставляйте в этот месяц при себе. Так что же еще у нас может измениться в нашем поведении, в наших желаниях в месяц стрельца, даже если мы стрельцами не являемся? Помните, пожалуйста, что племя стрельцов внутри себя исключительно неравномерна. Они делятся на две подгруппы, одна из которых представляет собой невероятных интеллектуалов. Людей, которые никогда не забывают учиться, интересуются очень многим, имеют невероятную память. Многоостаночники, то бишь, имеют интересы в разных сферах жизни и очень упорно и достойно собирают знания, поэтому к ним часто обращаются за советом. Это просто, можно сказать, входящая энциклопедия, которая, собственно говоря, из всех подарков мира, из любых, в общем-то, обстоятельств, предпочтет книгу, спокойствие в библиотеке или время припровождения с литературой, когда даже малейший перерыв в делах, это не просто сидеть, выпучив глаза или играться в игрушки. Это способы и время для хорошего почитания. То бишь, сидим, читаем, наслаждаемся жизнью, собираем информацию и хорошо, и весело. Поэтому не удивляйтесь, если вам, когда придет месяц стрельца, сильно захочется заняться знаниями, почитать, углубиться в какую-то информацию, поднять свой уровень квалификации или вообще, в общем-то, облеснуть своим умом. Это на вас влияет стрелец, и с этим все ясно и понятно. Но есть вторая категория стрельцов, которые не сколько интеллектуалы, сколько спортсмены, которые свою жизнь видят как цепочку передвижений, великих путешествий, забегов по лыжне, игры в баскетбол или волейбол. Ну, в общем, поближе к спорту, поближе к движению, они энергичны, смелы, им все время надо куда-то двигаться, они предпочитают работы, которые связаны с командировками, от рутины и заскорузлой жизни приходят в исключительный ужас и панику. Вероятнее всего, и вы, дорогие мои друзья, или хотя бы частично попадете под влияние, может быть, второй категории. Вам захочется очень сильно записаться куда-то на спорт, поразмять мышцы, показать всем невероятные достижения в спортивных соревнованиях. В любом случае, хотя бы записаться, покупать абонемент, поближе, так сказать, к тренажерному залу, хотя бы подойти, посмотреть, как там происходят дела. Что ж, это тоже очень неплохо. Стрелец многогранен, и он вполне может вам показать чудеса и развитие вашего мозга, который тоже является определенной мышцей, потому что если мозг не развивает, то он превращается в односложное выражение своих мыслей. И если еще из этих мыслей выкинуть мат, так и вовсе, как говорится, поговорить не о чем. И эта печаль, которая обуревает ноги стрельцов, которые относятся к интеллектуалам и которые смотрят, как деградирует человечество, от этого физически страдает. Ну, а можно, как бы говорится, подзаняться и спортом. А можно и тем, и другим. Это вполне возможно. И если вам этого захочется, ни в чем себе не отказывайте, дорогие мои друзья. И спорт, и развитие ума необыкновенно полезны каждому человеку. Так что в вашем теле жизни могут появиться новые запросы. Ну и что ж, я за вас очень рада. Однако, помятуя о том, что стрелец не всегда бывает последовательным, я могу сказать, что и вы в некотором смысле можете попасть под это влияние. О чем идет речь? Особенно та вторая категория стрельцов, спортивных, энергичных, не засиживающихся на месте, страдает тем, что, начав дело, довести его до конца, у них не хватает никаких сил. Ум есть, как бы все данные есть. А вот только терпения нет. Терпение лопается, как только дело переходит в состояние рутины. Но без этого ж никуда не денешься. Но стрелец ни за какие деньги не хочет сидеть и заниматься монотонной работой. Поэтому его увлекает новая идея, он бросается туда. А старое, достаточно выгодное дело, закинуто в дальний ящик, потому что прийдет на него даже смотреть, не то, что им заниматься. Отсюда бывает финансовая неуспешность наших стрельцов. Впрочем, и вы, если вы не будете в месяц стрельца доделывать дела до конца, получится везде посидели, везде замарали пространство, но ничего реально в руках держать не будете, потому что ничего не доделали до конца. Ловушка достаточно изрядная, такая коварная и незаметная, но не обязательно с нее нырять. И не попадайтесь на удочку стрельца, который видит начало дела и конец. А вот со средины у него явно дело не сходится. Нюансы, детали, которые возможно встретятся на пути, или трудности, не всегда стрельцом учитываются, поэтому он потом выкатывает глаза, как же так. Я уже убил медведя мысленно, уже шкуру снял, продал и деньги посчитал. Причем я даже на охоту не вышел, а уже все сложилось и так далее. Я вышел на охоту, медведь меня чуть не заломал, шкуры нету и что делать. А ничего, надо просто не торопить события и не считать ту шкуру неубитого медведя, за которым вы еще не отправились, так сказать, в лес. Но у стрельца слишком все бывает стремительно, поэтому он сильно удивляется иногда на пути следования своим целям, а как это, откуда оно взялось. Оно и бы, и как бы вы, если бы удосужились подумать и не торопились, вы бы раскладывая эту ситуацию по полочкам, сами поняли, что здесь могут возникнуть обстоятельства, и там может быть не совсем гладко. Но, к сожалению, у стрельца есть пункт А, из которого он выехал, пункт Б. А вот предосторожности по поводу движения от этого пункта до второго он забывает рассмотреть. Торопливость хороша, и человек, который умеет делать решительный шаг, он дорогого стоит. Но иногда, наверное, надо бы задумываться, иметь стратегический план движения вперед. Так что же мешает стрельцу обдумывать план по ходу действия? Я вам могу сказать, что невероятный оптимизм и невероятная вера в себя, которую дает Юпитер, который покорбительствует стрельцам. И им кажется, что все настолько они всемогущие, что они все решительно могут сделать, что для них ничего невозможного нет, что бросается в воду, не ведая броду зачастую. И, к сожалению, получает те житейские шишки, которые им потом мешают жить. Но, в принципе, без них очень сложно стрельцу обойтись, потому что слишком большой порыв, слишком уверенный в себе взгляд на вещи зачастую доводит до фиаско. Но стрелец может и махнуть рукой на очередной провал своей жизни, поскольку подумаешь, ну здесь не получилось, начнем с другого конца или другое дело, там у нас выгорит. И полный энтузиазм движется вперед. Так что энергичность, упорство, вера в себя – это прекрасные вещи, которые присущи стрельцу и будут присущи, возможно, и вам, но все-таки некоторая продуманность должна присутствовать. Потому что завышенный градус веры в себя и склонность давать обещания, которые невозможно выполнить, это бич стрельцов, и они искренне уверены в момент обещания, что они с этим справятся. Но поскольку у них путь короткий между А и Б, им кажется, что они уже давно все знают, и у них никаких сложностей не возникнет, а взявшись за обещанное дело, могут столкнуться с такими трудностями, что поймут, что они этого сделать не могут, или во всяком случае к срокам тем, которые назаявляли, точно ничего не успеют. Поэтому, чтобы не терять лицо и не подорвать свой авторитет, в месяц стрельца надо всегда взвешивать свои возможности и не давать обещания, из-за которых будет стыдно. Это для всех абсолютная информация, потому что мы все будем в таком находиться за вихрине и полной уверенности в том, что мы боги, и у нас все в руках, и по-другому быть не может. А также месяц стрельца может превратиться для многих в бесконечный аврал. Это тоже, опять же, из-за тех же обещаний, из-за тех сроков, которые вам не подвластны. Вы склонны наобещать, потом люди на вас наседают, вы начинаете работать по ночам, подгонять себя, окружающих, требуя от них того, чтобы вы все пришпорились и прочее. А в результате получается надрыв пупка почти что грыжа. Поэтому будьте, пожалуйста, благоразумны, стрелец необыкновенно уверенный в себе знак. И для того, чтобы не создать в себе лишних проблем, надо хорошо взвесить, на что вы реально способны, а также учесть те сроки, которые могут вас, в конце концов, придушить, если не думать о том, что вы обещаете. Что еще может быть и измениться в вашем, собственно говоря, стиле жизни? Вдруг, даже если вы никого не приглашали, к вам ринутся люди в гости, то чаепитие, то застолье, то праздники, то веселье, то вам вдруг захотелось куда-то сходить, повеселиться или порадоваться жизни. Это тоже, собственно говоря, ситуация, присущая месяцу стрельца, потому что он достаточно гостеприимен, а от огня его улыбки, веселья и прочее есть масса людей, готовых подзарядиться, порадоваться. В общем, все неблагополучие движется к стрельцу для того, чтобы почувствовать себя более защищенным, обогретым. Чайку попил в обществе стрельца, и уже жизнь, как говорится, не такая мрачная и прочее. Поэтому думаю, что перушек, вечеринок или приятных встреч у вас в этот месяц будет предостаточно. Хорошо это или нет, это вы уже решите сами, но это, если мы рассматриваем стиль жизни, который вам навяжет стрелец, было бы странно, если бы я вам этого не сказала. Вообще могу сказать, что стрелец один из самых гостеприимных знаков. Он любит принимать гостей, любит сам ходить по гостям. Так что в данном случае отсидеться дома, я думаю, вам не представляется возможным, пока он с вами будет целый месяц. Так что не ропщите нас с судьбой, если вы домосед, если к вам будут ломиться хотя бы соседи, о чем-то поговорить. Это издержки стрельцовского всеобъединяющего чувства, так сказать, когда все к вам просятся в гости, чтобы погреться у вашего камелька. Ну вот такой у вас получится энергичный, сочный и приятный во всех отношениях месяц. И вроде про стрельца говорили, а политной информации здесь предостаточно для всех и для каждого. Помните, сколько бы вы не маскировались и сколько бы вы не говорили, что вы не стрелец, и вас это совершенно не касается, я думаю, стрелец постарается вас всех объединить и сделать похожими на себя. Если вы пройдете тестирование свой-чужой и понравитесь стрельцу, этот месяц принесет вам и удачу, и счастье, и радость. Помните, что стрельца планета Юпитер, планета большого счастья, разве вам не нужен кусочек счастья? Так что прислушайтесь к тому, что я вам сказала, адсорбируйте важное для себя, примерьте этот стиль, который имел нашему стрельцу, и если он вам совсем не чужд, постарайтесь ему понравиться. Будете очень и очень довольны. А с вами была Елена.